всем добрый день продолжаем рассматривать задачи информатики 2 третьего семестра ну и следующая задача это найти методом половинного деления корень в равнение на данном отрезке так опять я повторяю что я сделаю согласно того лекционного материала который вам обозначил на лекциях то есть у вас есть определенные условия которые смотрите внимательно и выполняйте согласно этому условию так ну и начинаем как всегда обычно пишем заголовок программы так дальше нам понадобится переменные а и б это крайнее значение отрезка дальше понадобится погрешность которая стандартно обозначим следующим образом так они будут у нас реальными так и понадобится нам так еще нам понадобится лекционный корень так и понадобится литерация которым найден этот лекционный корень так ну и начинаем с функции так здесь возьмем f ну и по данному методу если внимательно не читали то есть берем исходную функцию и начинаем ее описывать в данном примере моя функция выглядит следующим образом так пока зададим формальные параметры тип вычисляемой величины функции так тело функции дальше пишем исходное уравнение единица минус квадрат дальше плюс одна шестая так умноженное воспользуемся стандартной функцией так и возведем куб так назовем метод половинного деления так здесь нам понадобится ввести а b1 понадобится погрешность так сделаем их реальными так и понадобится нам x и понадобится нам и итерация x у нас будет реальным а i у нас будет целочисленным так и тоже параметр переменная как и x нам нужно запоминать так здесь нам понадобится метка так и понадобится а больше нам ничего не понадобится но если что забыли всегда можем написать так первым делом мы обнуляем значение так дальше итерации итерации воспользуемся стандартной процедурой увеличение так дальше вычисляем x как полусумма значения отрезка так дальше вычисляем так дальше вычисляем так в соответствии с блок схемой так если у нас меньше то ли нуля а тогда b 1 присваиваем x а иначе а 1 присваиваем x так дальше проверяем условия по модуле хотя можно модули не вставить все равно значение b больше так если у нас больше эпсилон тогда мы переходим на метку а если в противном случае заканчиваем выполнять стремить процедуры так ну и осталось поставить метку так начинаем писать программу так нам нужно ввести а b и эпсилон так и вводим их так как описали так дальше воспользуемся процедурой наше и поставим место формально поставим место формально параметров фактически так это мы все успешно проделали но и остается только одно это вывести исконный корень вывести исконный корень так и на какой-то раз так так сейчас проверим еще раз так ну давайте запустим так не забыли точку запятой поставим так у нас 0 2 и 0,01 так так ну и вот мы получили результат на 8 итерация 0,01 скал 1 давайте посмотреть и следим 0,01 так так можно кстати усовершенствовать давайте это сделаем просто забыли мы еще одно действие вот это ну и да ну и ну и ну и ну и ну и так супер ну вот уже ближе к правде это правило округления получаем корень верни 1 1 и 1 так дальше переходим к следующему этапу для того что снова и выполнили этапы так ну и начинаем здесь а 1 1 2 1 1 1 1 0 2 1 Ну, дальше, и равно, равно это плюс 1, дальше, x равно, так, здесь у нас это плюс это флом, так, следующее у нас проверка, так, ну, прежде чем воспользоваться проверкой, давайте мы делаем следующее, почитаем функцию f от а, равно, так, и f от x, так, единица, минус квадратий, больше плюс, единица поделить на 6, можно на куб, так, чтобы нам два раза не писать, и поменяем на 14, на 14, так, ну и вот теперь будем проверять, так, если это умножить на это, будет меньше нуля, то, b равно x, а в противном случае, a равно x, так, ну и чтобы нам узнать, что у нас получилось, и еще раз подублируем, например, так, ну, это важно ли film, так, ну, это Queensborough, так и покажем какого значительного значения у нас получилась в данном случае мы присваиваем в данном случае мы присваиваем так ну и проделаем эту ситуацию здесь равно x здесь равно остается так ну и последняя проверка это нужно проверить на корне уравнения так abs по нобову здесь 2 вычитаю так если больше эпсилон опять зафиксируем что у нас так здесь пишем нет здесь пишем корень так здесь это равно это плюс и это так продлеваем здесь продлеваем здесь поднимаем там здесь поднимаем а здесь поднимаем Так, а здесь нужно, ну что заменить, ну в частности, это у нас будет, B, это у нас будет, A, так, здесь у нас равно этому, здесь у нас равно этому, так, опять продлеваем. Так, здесь наменять ничего не требуется. Так, здесь, равно это оно, а здесь останется без изменения. Так, опять. Перепрессовываем. Так, здесь у нас поменялось. Поэтому, здесь не на это, здесь ставим это. Так, здесь равным этому, здесь равным к этому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Так, вот мы и получили корень уравнения На восьмой итерации Как и здесь Так, ну на данный этап Электронная таблица заканчивается Выполнение И переходим Следующим этапом это оформление Так, уравнение вставляем Как это делать Смотрим И видео на этом канале А я уже Покажу как Оформляюсь Так, ну и начинаем Так, ну и чтобы было удобно Давайте разделим Так, и начнем С функции Так, начало Так, и конец Так, здесь пишем начало Так, чтобы здесь больше работать Можно ставить исходную функцию Можно Написанную Написанную В редакторе форму Я воспользуюсь То, что у нас было в программе Так, жаловать часть Так, с функцией покончено Переходим к процедуре Начало полотно Так, дальше Опять начало Так, учислительный блок небольшой Дальше Дальше Учислительный блок Ну, чуть побольше Так, дальше Условия Первая Так, справа Слева Учислительные блоки Так, еще одно Условия Так, учислительный блок Ну, и конец Так, еще раз Все сквозное Так, здесь у нас Конец Так, участвуем Так, участвуем Так, здесь Дальше Условия Немножко расширить Так, если да Это значение Давайте слева сделаем Если нет То это Так Так Следующим Солнцем Дальше И это конец. И опять нужно указать связи с направлением выполнения блоков. Продолжение следует. Так, ну и здесь мы переходим сюда. Так, и еще нам понадобится обозначить правильное направление. Условия верно. Так, опять. Убираем по размеру. Да, кстати. Спешим, спешим. Здесь должен быть еще один блок. Имя под программу. Так, ну и осталась у нас последняя, это программа. Опять вставляем полотно. Опять у нас будет начало. Так, дальше осуществляем ввод. Так, будет у нас под программа. Дальше. Дальше. Учительный. Дальше вывод. Вводим те перемены, которые нам необходимы. для выполнения. Дальше. Обозначаем под программу. Дальше. Дальше. Учислительно блоки. Демонстрируем. Дальше. Ну и последняя, это у нас... Вернее, не последняя, а предпоследняя. Ну и конец. Так, ну и опять демонстрируем порядок выполнения связями в виде направленных стрелок. Дальше. Ну и последняя. Ученик. Дальше. Влажного. Учихи. 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 Ну и опять, увлечите, настоящий, так вот что из себя представляет третий этап текстовый редактор но лучший вариант что здесь еще подпись что это программа функция программа процедура линии и основная программа всем спасибо за внимание успешных выполнений ну и до следующих видео